Дом разбомбило еще 12 июля. И мы работаем вдвоем на шахте, а дети, ну как, мы не предполагали, что будут бомбить. Так, я была как раз на смене, на работе, а муж пришел сюда с меньшей девочкой здесь. Но как-то предупреждали, что он будет бомбить Петровский район. И он сюда пришел, остался дома. И как раз вы здесь были. И как начали вот это бомбить, мы выходим уже, а вот так вот в ломке один дым. Стоит вот дым или, как сказать, оно указывается не дым, а вот этот вот мусор, как в воздухе. Из пороха? Ну как, пыль получается, не дым, а пыль. Стоит, что ничего не видно, думал. Я стала звонить старшему, а нет ответа, нет ответа. И тут прибежали люди, поселок двенадцатой шахты разбавили. Вы работаете? Да. И в принципе вы в семье одна или нет работаете? Нет, мы вдвоем с мужем. Но жить как бы негде, потому что здесь, да? Ну в принципе да. Дом разрушен, не полностью разрушен, но окна, душу повредила. А где вы работаете? На шахте Трудовская, рядом. Я поняла. Просто говорю, я как вогнула домой, бегут по улице, и вот этот вот, все разрушено. Просто вот жуть такая. И как, добегаю до дома, и попала нам как раз снаряд под хундамер. Забор всю вот эту вот волну выдавила. Вырвала ручку, я не могу в калитку зайти. И у меня вот так. Истерика. Я в калитку не могу попасть. В общем, с огорода у нас там ход. С огорода забегаю, и это, открытый погреб. Я кричу, Сергей, он вылазит, и вдруг, а мы даже не знали, что он там, ну, что они вдвоем. Я говорю, выходите. А у них шок. Они даже не понимают, говорят, танки, мама, тут танки. Я говорю, какие танки? Я говорю, градом вопили. В общем, они как-то, я не знаю, пространство. И все. После того, у него как нервный стрель. Вот начинают кто-то звонить, сейчас будет бомбить. Он все, у него истерика, все бросай, все уходим. Это самое, в общем, нам пришлось детей отсюда выхезти. Дети не в Донецке сейчас? Дети не в Донецке. Поняла. А вы остались поскольку работа и... Ну да, работа, и мы просто не... Как вот, мы не смогли свой дом бросить. Нам уже по 40 лет. Да, начинать все сначала, смысл, уже... У нас цель, чтобы сохранить свой дом. В принципе, что, если вот как он останется, его можно отремонтировать. А вы какие-то движения по реконструкции, там, крышу, что-нибудь по чуть-чуть есть? Ну да, конечно. Мы крышу пока временно накрыли толью. И окна, в общем, ну, заложили, чтобы... В принципе, там можно находиться сейчас. Ну, нас вот опять сильно бомбили. 7 декабря опять попало рядом. Эти деревянные рамы, чтобы поставили в кухню. В доме, получается, пластик стоило, все повыбивало. А деревянные вообще вместе с рамами все выносили. И опять, получается, опять все выбило с рамами, вырвало волной. Дыра как бы крыши-то бадила. Вот уж тут. Сейчас дети, в общем, эмоционально очень тяжело. Дети, получается, уже шестой месяц. Вы с ними созваниваетесь? А сколько детей? Созваниваю. Ну, старше ему 20 лет. Я говорю, он попал под обстрел и ушел. Ну, как, не знаю, психологически, получается, он не ожидал вообще стресс такой. А меньше она этого не видела. Как бы более-менее. Я говорю, давай детей вывозить, потому что один уже перепуган. Если меньше что-то случится вообще, что ни один врач уже не поможет. Ну, а сейчас они... Ну, они в мирной части уже? Они сейчас на территории Украины. Просто, что у нас там родственники, что нам просто некуда их отправить. И спасибо им огромное, конечно, что они не отказались и взяли детей, получается, они. Я поняла. Ростынь. Ну, ребенок очень плохо, переносить тяжело. Мамочка, хочу домой каждый день. Везти утро завалить. А вы туда съездить не планируете? Я ездила в ноябре, ну, я когда приехала, она говорит. Ну, настолько она ожидала, что я ее заберу. И это... Звонит же папа. Ну, что, мама приехала? Она, да, мама, наверное, нас заберет. Она с ним поговорила, ко мне подходит, говорит, а что, папа правду сказал, что ты нас не заберешь? А сколько лет? Меньше 8 лет. Я поняла. И вот, как бы, с помощью, с гуманитаркой здесь у вас как, помогает вам? Помогаю, да, спасибо за это, конечно. Все помогает. Ну, и мы, как бы, стараемся, чтобы... И сейчас и зарплату особо, как бы, не платят. Нам отдали только за август. И по чуть-чуть стараются. Ну, там буквально по 84, так. В общем, проценты какие-то переводятся еще. Ну, получается, за сентябрь только 300 гривен перевели. А психологи какие-то работы с вами проводят или нет? Ну, приезжали психологи, предлагали там, говорят, что... И в районе цирка где-то, и что можно там полежать. То есть это надо ехать в Донецк на стационар, да? Ну, мы, как бы, еще себя держим. Не настолько еще, как бы, что нам действительно нужен психолог. Вы на гостей же их надо поедете. Чтобы крышу не сорвало. Это если про гости говорите, значит, дело будет. Да. Как бы еще адекватно в состоянии сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok